В этом году весь мир отмечает столетие с начала Первой мировой войны. Поводом к ней послужило убийство герцога Сараева. И за три года эта война, начавшись в Сербии, уничтожила несколько империй, миллионы граждан, перекроила карту мира. Между тем, вплоть до недавнего времени, она оставалась малоизученной и не пользовалась особым интересом у историков. Почему так получилось и что мы потеряли, выясняли участники межрегиональной научно-практической конференции, которую организовали ученые и архивисты Чуваши. Знаете ли вы, что изначально Первую мировую называли Великой Отечественной войной, но с приходом революции политические акценты вспоменялись? Впрочем, и сама Великая Октябрьская социалистическая революция со временем превратилась в Октябрьский вооруженный переворот. Что лишний раз доказывает, от навешивания ярлыков в истории лучше воздержаться, как и от скоропалительных выводов. К сожалению, история так устроена, и так это складывается чисто, извините, за автологией исторически, только по истечении десяток и сотни лет можно объективно оценить, что это была за война. Вот поэтому это была война, на самом деле, принесшая нам, России, много бед и страданий. Она была специфична для нашего Положского края. И, как следствие этой войны, поражение, на мой взгляд, поражение российского государства в этой войне стало уже предтечей. В дальнейшем стало, что ли, тем, что впоследствии у нас произошла, вот то, говорят, революция. Я считаю, что это незаконный захват власти. В 1917 году была власть царя, нравится кому-то, не нравится кому-то, но это был захват власти. И любой захват власти, и любая даже революция, какие бы она благородные цели не ставила, это приводит к гражданской войне. Словосочетание «забытая война» историки употребляют в кавычках. Разумеется, тот период в достаточной степени изучен. И даже не специалисты имеют представление о том, как развивались события на фронтах Первой мировой, где Россия отличилась, а где потерпела поражение. Другое дело – тыл. Как война перевернула мирную жизнь российской глубинки, этот вопрос действительно изучен мало. Между тем, это интереснейший исторический пласт, ведь ничего подобного не происходило ни в годы русско-японской, ни во все предыдущие войны. Война вызвала перестройку всего государственного организма на уровне регионов. По-другому стала организовываться власть и совершенно по-другому стала воспринимать многие вещи общества. Мобилизация была чиновничной, там же ушло на фронт огромное количество людей. Японская, да, но она была, во-первых, очень далеко, во-вторых, туда не так много было призвано из наших губерний внутренних. Туда направляли войска в основном из западных округов, это царство польское, это Прибалтика и так далее. С наших регионов мало брали туда. И потом последствия, пусть даже они и были катастрофические, они были там. Совершенно иное дело, когда летом 1915 года на полном серьезе московское общество обсуждало вопрос, куда бежать, потому что Москва скоро будет оккупирована. Представляете, что это такое? И поэтому, да, Нижний Новгород, я все говорю о более знакомом мне материале, хотя с поправкой на Чебоксар примерно то же самое. Это же небольшие городки до начала войны. И вдруг прием потока беженцев и целые промышленные предприятия. Ведь у нас в Нижнем до войны, по сути, было только одно действительно крупное вообще российское предприятие – Сормовские заводы. Но мы же приняли из Риги, оттуда эвакуировались целые заводы. Мы приняли Фельдзер, мы приняли Семен-Цыгальский. Этот толчок развития промышленности, знаменитый волшебное возрождение Горького как промышленного центра, на самом деле под основой была в Первую мировую. Дальше. У нас, конечно, не было никакого высшего учебного заведения до Первой мировой. К нам эвакуировали Варшавский политех, и вот оно, первое высшее учебное заведение Нижегородский госуниверситет 2018 года. Примерно то же, что и у соседей наблюдалось в Чуашии, только 30-ю годами позже. Вторая мировая война послужила толчком для развития экономики и промышленности нашей республики. Собственно, обе войны развивались по одинаковому сценарию, и опыт 2014 года пригодился в 1941. Благодаря тому, что мы сейчас активно стали изучать ранее малоизвестные документы Первой мировой, нам по-другому становится, понятно, Вторая мировая. Хотя историки профессионально обращали внимание. Сентябрь-октябрь 1941 в Москве вывешивают приказы военного коменданта, приказы на наркомата обороны, и вдруг в этих приказах какие-то странные церковно-славянизмы. Но это же переделанные приказы Первой мировой войны, знаменитые указы по поводу отношения к военным пленным и их семьям. То, о чем справедливые историки говорят, бессмысленная жестокость периода Великой Отечественной войны. Члены семьи изменников Родины. Но ведь это тоже указы и приказы командования фронтов периода Первой мировой, переделанные к новым условиям. Преемственность здесь совершенно очевидная. Росархив запланировал очень интересный проект под названием «Офицеры Первой мировой-генералы Великой Отечественной». Конечно, это условное название, потому что правильнее было бы говорить «офицеры Первой мировой-генералы, адмиралы и маршалы Великой Отечественной». Военное искусство маршала Василевский изучал, будучи поручиком. Но, вопреки утверждениям некоторых публицистов, это не скрывалось. В военных мемуарах бывших рядовых и унтер-офицеров, например, Жукова, Буденного, об этом писалось открыто. Но столь же открыто об этом писали офицеры. Шапошников, Василевский, Говоров и даже пресловутый генерал Игнатьев «50 лет в строю, не дня в бою». Даже он писал об этом открыто. Нам повезло, отметил депутат Госсовета, бывший министр культуры и по делам архивов Петр Краснов. Мы застали в живых участников Первой мировой войны. А в Чувашии было немало настоящих героев, которым пришлось забыть о своих подвигах и наградах. Я вспоминаю, такие детские воспоминания остались, как участник Петр Чепчигин, дед Петр. Он командовал артиллерией, а он в вечерние часы, когда в деревне все успокаивается, тихо, он любил давать команды. И командовал артиллерией. Это настолько было необычно, это так было интересно. И дети, мы собирались вокруг него, безусловно. Но еще один сюжет, связанный с этим, к сожалению, были последствия те времена, когда нельзя было носить награды Первой мировой, не принято было носить, по сути, был запрет. Он взорыл два своих креста. Мы пытались детей искать, копались в земле, но не могли ему ничем помочь, и мы не нашли. И эти кресты до сих пор лежат в земле. Тоже история. Сегодня в распоряжении историков такого материала, увы, нет. Но зато есть огромный массив документов, которые необходимо ввести в широкий научный оборот. Архивисты, по крайней мере, на этом настаивают. И даже предпринимают ряд усилий. Другое дело, насколько это востребовано. А это, пожалуй, самый тяжелый вопрос, который мы, архивисты, задаем себе постоянно. Насколько результаты нашего труда востребованы и интересны обществу. Нам ведь не безразлично, кто у нас занимается в читальных залах. Мы очень хотим, чтобы там процент заинтересованных любителей, не говоря уже о профессионалах, был все больше и больше. К сожалению, кризис образования и школьного, и вузовского приводит к тому, что замечательные документальные публикации сплошь и рядом остаются невостребованные. Меня очень пугает нынешняя ситуация, когда вместо серьезных исторических исследований занимаются, я их не назову даже прикладными, а псевдоисторическими изучениями. Ну, например, собственной семьи, какие пироги пекла бабушка. Из таких частичек можно сложить большую мозаичную картину, но историю страны из нее не построишь, к сожалению. По мобилизации на фронты Первой мировой войны из нашего региона ушли практически столько же, сколько и Великую Отечественную – около 100 тысяч человек. Многие шли на фронт добровольно, причем не только мужчины, но и женщины. Среди сестер милосердия немало уроженок Цивильского, Чебоксарского и Ядринского уездов. Наши предки участвовали в боях, главным образом на Северо-Западном и Юго-Западном фронтах, но некоторые представители сражались в составе Русского экспедиционного корпуса во Франции и на Балканах. Перепись 1920 года зарегистрировала в границах Чувашской автономной области около 50 тысяч участников войны. Вряд ли, конечно, наши земляки умели так лихо владеть саблей, все-таки казакам нужно родиться. Но посмотреть, как выглядели некоторые представители русской армии времен Первой мировой, очень интересно. Реконструкция, она действительно позволяет очень многие совершенно неожиданные моменты, то есть она проиграть, восстановить. К сожалению, вот здесь, Первая мировая война, у нас, к сожалению, форма, конечно, очень стилизованная, потому что сам по себе любой комплект реконструктора, он достаточно дорогой удовольствием. Конечно. Вот, минимальный комплект, например, на Первую мировую войну одному человеку, но обойдется 1040. Вот, это далеко не каждый может себе позволить. Ну, вот, то есть, когда воссоздаешь, во все эти мелочи вникаешь, на самом деле раскрываются очень достаточно неожиданные и крупные детали, обстоятельства. Вот, например, вот очень интересное такое явление. Ребята, которые занимались наполеоновскими войнами, они решили провести, то есть вот такую вот симуляцию, скажем, момента прихода Машела Груши на Ватерлоу. Да-да-да, опоздавший Груши. Да, проиграв это все, полностью воссоздав все мелочи, пришли к выводу, что маршал Груши, в общем-то, просто физически не смог появиться. И в результате, то есть, методом реконструкции решился достаточно интересный, в общем-то, вопрос. Ребятам из военно-исторического клуба «Русский егерь» период Первой мировой войны не так, чтобы очень близок. Но кое-что рассказать и показать они, конечно же, могут. Здесь вот у нас представлен кубанский казак, кубанских кавалерийских частей периода Первой мировой войны. Мы постарались, в общем-то, максимально воссоздать всю форму. Конечно, здесь как бы представлена вот парадная форма, потому что полевые условия, они, конечно же, накладывали какие-то свои особенности. Но, тем не менее, по данному казаку можно полностью заключить об основах вооружения, снаряжения, униформы того периода. Рядом же со мной тоже находится рядовой казачьих сестей Донского казачьего войска. Как известно, первым у нас георгиевским кавалером стал Петр Крючков, Донской казак. И здесь тоже представлено, вот мы максимально постарались воссоздать форму Донского казака. Разница, в общем-то, чувствуется, поскольку каждая войска имела какие-то свои особенности в униформе. Эта форма заимствована у горцев. То есть это представитель одного из двух горских казачьих частей. Горские казачьи части у нас были, да, кубанские и терские казаки. Вот, ну вообще, то есть Черкеска сама по себе, она не просто является деталью одежды, она фактически представляет себя еще деталью муниции, потому что вот эти вот карманы, да, они предназначались для газырей, и даже в Первую мировую войну сюда, в общем-то, казаки вставляли патроны. Это достаточно распространенным явлением были. То есть она выполняла еще роль патронтажа. В зимний период она, в общем-то, суконной была, и достаточно хорошо тепло грела казака. Во-вторых, то, что полы у нее длинные, конечно, да, но все-таки казак, он ведь как бы на лошади сидит, поэтому ему это мало мешало. Вот, но в основном все-таки кубанские части у нас и терские казачьи части, они практически всю войну провели на Турецком фронте. Вот, там горные условия, поэтому вот эта вот форма, она, в общем-то, была очень кстати. Она именно и предназначена для войны в горах. В год столетия с начала войны практически все выставочные залы России подготовили экспозиции, посвященные Первой мировой. Интересную подборку документов, фотографий и даже личных вещей можно увидеть на выставке в Национальном музее. Скорее всего, в ближайшие четыре года, до самого столетия окончания войны, архивисты, историки, краеведы будут регулярно возвращаться к этой теме. А значит, у нас есть возможность существенно расширить кругозор и как можно больше узнать о войне, покончившей с миром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова